Про утилиту ТОП ТОП это инфатилита, которая в системе информацию показывает, о процессах позволяет сортировать ТОП есть в любом дистрибутиве, в любой системе Поэтому хорошо ее знать Есть более продвинутые варианты Самые известные H-TOP и A-TOP Но их надо отдельно ставить Если у вас нет интернета, то у вас единственный вариант ТОП Тут есть информация о времени, об аптайме Сколько пользователей подключено И средняя нагрузка Так называемая L-A или Load-Average Тут три цифры Я пытаюсь вам объяснить, что это такое Я сам не очень втыкаю, но сегодня вроде более-менее помню Они отличаются временем Так как это Average Это среднее значение Среднее значение нагрузки За определенный период То есть это слева направо Это за минуту За пять минут За пятнадцать минут Чем-то похоже на скользящие средние Если кто-то Forex занимался Что такое вообще Load-Average? Load это нагрузка Какой-то определенный момент времени Посмотрим примеры одноядерного процессора Ну вообще один процессор и одной ядерной У нас есть состояние процессов Вот здесь видно R Допустим running Одновременно на одном ядре может исполняться один процесс Один момент времени Понятно, что этот момент времени может быть очень коротким Но тем не менее В один момент времени один процесс исполняется И у нас есть спящие процессы То есть которые в данный момент не активны Есть процессы, которые ждут времени на выполнение То есть у нас один процесс выполняется И следующий ждет Пока освободится Ждущих может быть несколько Еще есть такое состояние Как непрерываемый сон То есть когда процесс спит И ничего нельзя с ним сделать Обычно это происходит Когда процесс ожидает ввода-вывода Он читал-читал процесс с NFS Да, данные с NFS-шары И тут соединение разорвалось То есть он вроде еще читает Но читать не может И вот он бесконечно ждет этого Пока у него появится возможность прочитать Соответственно процесс Один исполняемый процесс В лоотовый речь Это единичка Точнее просто в лоот Да, в нагрузке Единица Если у нас есть один исполняемый Один ждущий выполнения Да, то получается два То есть учитывается Ждущие исполнения Исполняющиеся И в невпрерываемом сне И у нас может быть Что в текущий момент там ноль Никто ничего не хочет исполнять А в следующий момент Времени десять В следующий пять И так далее Да, то есть постоянно скачет И обычно никто не смотрит Текущую нагрузку Потому что это очень маленькие Примежутки времени Да, то есть постоянно колбасит Когда под нагрузкой Поэтому все смотрят Среднее значение То есть за какой-то Примежуток времени Здесь как раз отображается Нагрузка в среднем За минуту То есть понятно Что в течение минуты Могло разное происходить И то есть фактически Это в среднем Количество процессов Которые исполняются Это в случае одноядерного Или вообще все равно Какой процесс Еще раз А в случае одноядерного Или вообще все равно То есть вообще все равно Вообще все равно Другое дело Что анализ Если у нас единица За минуту Low-teverage единица Это значит Что у нас в любой момент Времени В течение минуты Постоянно один процесс Всполнялся И для То есть это Ну не знаю Стопроцентная нагрузка На процессы Фактически Постоянно При одном ядре Мы знаем Что стопроцентная Нагрузка Это плохо То есть все будет тормозить При двух ядрах У нас Фактически Одно ядерное было Стопроцентно Занятое Другое Стопроцентно Свободное Поэтому Единицу Для двух ядерного Процесса Это не страшно Нормальная величина А два Вы же много Для 16 ядерного 16 Много Но За счет вот этих вот Процессов Interruptible Sleep Они Учитываются В low-teverage Но фактически Они могут нагрузки Не генерировать Эта величина Она такая Немного условная Но На нее можно ориентироваться Чтобы понять Насколько велика Нагрузка Да И в текущий момент И там В течение какого-то периода Да В течение 15 минут Это такой Один вопрос Который любят задавать То есть в идеале Если вы Придете домой Сегодня Завтра После завтра И попытаетесь сами Разобраться Что это такое Потому что Если вы будете устраиваться на работу Вам это может пригодиться Стоп Позволяет Фильтровать По столбцам Соответственно Например Shift Plus M Позволяет нам Отсортировать процессы По потреблению памяти Видно Что в столбце M Оно отсортировано А сортировка По нагрузке На процессор Собственно P Видно Что опять же Изменилась сортировка И допустим По памяти На первом месте Тот кто меньше Отсюда же Можно выполнять Какие-то действия Которые можно выполнять Из командной строки Например Мы можем изменить Приоритет процесса Лавиша R Код Ренайс Появилось приглашение В которое мы можем Ввести Идентификатор процесса Он в первом столбце Для утилиты ТОП Мы берем Пит Видно в первой строке Утилита ТОП 3107 И Значение Приоритеты У нас Могут быть От минус 20 До 19 Чем меньше Тем больше Я уже Рассказывал Как запомнить Ну по крайней мере Тоже Одно из Мнемонических Бывают люди Худые И толстые Толстые тяжело бегать Они бегают медленно У них приоритет Низкий А худые бегают быстро У них приоритет большой То есть мы повышаем приоритет Для того чтобы процесс Работал быстрее То есть он бегает быстрее Значит человек худой Значит число меньше То есть минус 19 Это более большой приоритет 20 Более низкий Вот ТОП Например Давайте ему Понизим приоритет Там До 10 На 10 Например Отсюда же Мы можем Посылать сигналы Процесса То есть Грубо говоря Использовать утилиту Килл Ну и сейчас опять же Попался нам ТОП И мы можем подать Какой-либо сигнал По умолчанию Подается сигнал 15 Сектор Это нормальное Завершение процесса Мы говорим Просто закройся Сохрани все Что тебе надо И как вы можете видеть Мы закрыли ТОП И последняя тема На сегодня Поиск Поиск в Linux У нас есть два Таких основных Варианта Это команда Locate Которая по умолчанию Может не быть Но ее можно поставить Из репозитория Это команда Которая Ищет по базе То есть Вы можете создать Некую базу Расположения файлов И искать напрямую По базе Чем плохо Тем что В базе может быть неактуальное состояние Хорошо тем что Это быстрее Чем искать напрямую По файлу Есть еще Команда Вич И кстати Еще и Вари То есть Мы можем посмотреть Путь К Утилиту Например Вич Locate Прежде всего Нам нужно Если мы хотим Искать по актуальному состоянию То нужно Обновить базу Команда Update DB Я думаю Что в зависимости От скорости Дисков И количества Файлов Может быть Разное Время И выполнение Команды Что-нибудь Типа И мы Ищем Вхождение В пути Есть В названии Директории Не один К одному А вот Еще какой-то файл В кэше Ну и так далее Update Mode То есть Полный поиск Вхождения Другая утилита Utilita Find Которая Позволяет искать Ну по фактическим файлам Она медленнее Получается Потому что ей надо Перебирать файлы Директории Но она может искать По большему количеству Параметров Не знаю К примеру Время Доступа Время Создания Или права Или владелец И так далее Мы пишем Find И указываем Где искать Если мы хотим искать По всем файлам Мы указываем Корневую директорию И затем Что искать Допустим По имени По параметру Name Мы можем Искать Как жестко Нам нужно найти Файл с этим именем Вот один нашелся И так И используем Знак Звездочки И вот Мы нашли Гораздо больше Параметру И Параметру И Параметру Параметру И Параметру